Чем сильнее соперник, тем мощнее играет «Зенит». Это правило для поклонников петербургцев стало аксиомой. Очередная игра с Тюмени должна была стать непростым решением для наших футболистов. Хотя с первых минут поединка белые футболки «Зенитовцев» часто гостят штрафной Олега Масленникова. На третьей минуте поединка Андрей Кондрашов не реализует, пожалуй, самый выгодный, предоставившийся ему шанс. Но третий номер «Зенита» исправит свою ошибку и станет героем этого поединка. Тюменцы, выдержав первый натиск, переводят игру в мительшпиль и играют предельно активно. Умелые действия Тодорчука, Подпавла, Ягунова доставляют много хлопот питерской обороны. Несмотря на столь ненастную погоду, в течение всего матча тоже не прекращается. 10 тысяч зрителей поддерживают «Зенит» с первой до последней минуты. Чувствуя эмоциональное подкрепление с трибун, «Зенит» на последних минутах усиливают натиск, а «Сибиряки» все больше жмутся в своей штрафной. До конца поединка три минуты. Штрафной исполняет «Кондрашок». Доворот метров тридцать. Удар защитника получается сильным, а мокрая трава делает его очень трудным для Масленикова. Тем более, что Панов своим движением мешает голкиберу сосредоточиться в гол. Но «Зенит» проводит еще одну атаку, и связка «Герасимец» с Горшков ставит окончательную точку в этой непростой встрече. После трех побед подряд шансы «Зенита» на пятое место становятся вполне осязаемыми. Почему в первом тайме все-таки так немножко спустя рукава команда играла? Чуть-чуть. Не, ну я думаю не спустя рукава, а просто она какая-то закрепощенная. Просто нам как бы нужна была эта победа, чтобы более-менее закрепиться, ну как бы сказать, в более высшей точке чемпионата. И как-то закрепостились. Ну вот, когда оставалось пять минут до конца, верили, что все-таки сможете выиграть эту встречу? Ну вера всегда должна быть. Игра была интересной, особенно последние 15 минут мне понравились, потому что, конечно, по-видимому, это такую тактику избрал наш великолепный тренер. И то, что вот случилось за последние несколько минут, это было просто и красиво, и здорово, и очень интересно. Продолжение следует...